здравствуйте дорогие друзья любители программирования робототехники 3d моделирования сегодня будет видеоролик посвящен олимпиадному программированию кто знаком это еще его называют спортивное программирование а точнее будет посвящен разбору задач каждый ролик периодически я буду выкладывать который разбирает ту или иную олимпиадную задачу и как ее решить решаем будем алгоритм применять который просто решает эту задачу но не значит что он оптимально настроен на выполнение этой задачи то есть потому что в олимпиаде программирования еще учитывается не только успешное решение задача но и скорость выполнения программы этой задачи если касательно международного уровня олимпиады поэтому здесь там случае я буду показ только принцип алгоритм один из видов алгоритмов которые можно применить для решения той или иной олимпиадной задачи который бы берется из сборников соответственно задач олимпиадных по программированию за последние там 2014-15 года так называемая есть некий архив из университета вальядолида так называю на основе который и будет рассматриваться те или иные алгоритм те или иные задачи и соответственно алгоритм под них вот сегодня мы непосредственно разберем такое спортивное программирование задача по спортивному программированию как есть условно задается определенное количество пар то есть точек на определенные области и задача программиста разбить эти точки на пары соответственно пары вот так вот причем разбить так чтобы минимальная сумма всех расстояний между ними была самой минимальной следовательно это самая минимальная сумма самых минимальных расстояний и поэтому она сам минимальный будет при то есть другой варианты как бы не подразумевается если вы по-другому собирать элементы тоже будет сумма всех этих расстояний в основном больше чем и скромные минимальные в любом случае тут вот и заключается в том что есть некая группа условно называем учеников живущих там в домах дома расположены примерно как на этой области условно назовем как хотим то распределяется и ваша задача сделать так чтобы ученики группировались в группы более менее соседними домами по два человека так чтобы соответственно было более удобно им взаимодействовать друг с другом вот наша задача рассчитать их это может быть там 30 элементов может быть 50 может быть 100 там 10 5 неважно главное чтобы это было четное из нее есть выражение да не 5 четные элементы примерно чтобы можно было разбить на группы на два по два человека по два объекта как решить такую задачу в олимпиадном программировании ну начнем наверное сейчас я для демонстрации наверно для демонстрации сейчас запущу такой вариант и так предлагается нам сначала выбрать количество пар я скажу что это количество пар будет например 10 то есть 20 точек 20 точек 20 точек после того как я выбрал пар вот они нашлись эти 20 точек случайным образом данном случае я не конкретно случайным образом чтобы проверить точно алгоритм случайным образом создаются точки на этой области и дальше вычисляется минимальное расстояние между ними алгоритм следовательно точка которая уже задействована в вычислении этого расстояния уже должны не не использоваться в предыдущих оставшихся точках вычисления и тут получается что каждый раз нам нужно избавляться тех точек которые мы уже использовали для минимального вычисления значения минимальное расстояние тем сам мы найдем сумму самых минимальных расстояний то есть находится сначала самый минимум потом и среди оставшихся опять находится минимум и так продолжается до тех пор пока не не закончится все соответственно все точки не закончится все точки так давайте рассмотрим на примере как это сделать рассмотрим на примере как это сделать итак для начала мы воспользуемся чтобы мы создавали случайно точки случайно вычисляли распределение этих точек то есть группировка сколько таких сочетаний возможностей точками то нам нужна библиотека мэф нам нужна библиотека мэф и нужна нам нужна библиотека мэф и нам нужна соответственно библиотека рандом а так чтобы отображать наши элементы мы можем воспользоваться библиотеки пайгейм вот поэтому нам мы импортируем с вами все эти элементы пайгейм для визуализации вот мы импортировали нужные нам библиотеки нужны нам библиотеки теперь что нам нужно сделать для того чтобы у нас все как говорится заработала первую очередь мы должны следующим шагом это создать некую переменную которая будет хранить количество пар она целочисленная соответственно значение зададим переменную n которая будет вводное значение переводить в целочисленные input input то есть мы будем спрашивать будем спрашивать пользователя ввести ввести количество пар введите количество пар вот так только введем количество пар соответственно зная количество пар можно сразу вычислить количество всего точек и так и легче просто делать то есть введем некую переменную nn который будет вычислять количество всех точек вот она вычислила наши все количество наших точек так вот так теперь эти точки у нас должны потом случайно создастся каких-то на какой-то области там соответственно по гейма области окна а следовательно точка на плоскости определяется двумя координатами x и y поэтому нам нужен можно воспользоваться там например списком код пустым списком который будет хранить соответственно две координаты ну а дальше мы должны первым делом случайно создать эти точки через цикл for и in range nn то есть количество точек сколько всего он пробегает для каждой точки мы должны случайно создать его координаты соответственно создадим координату x которая будет рандомно выбираться конечно из целочисленных значений от 0 до 650 до 650 потому что примерно у меня будет у меня будет окно 700 на 700 я так ориентируюсь примерно чтобы за границы не заходило и было хорошо видно рандом рандо ранды int но 650 я все делаю очень это линейно то есть подушка чтобы было понятно где откуда что берется далее что мы делаем мы должны этот эти координаты как неким внутренним списком сохранять внутри списка корт чтобы потом вызывать его то есть корт app and кто не знает эти функции app and random int можете посмотреть у меня есть плейлист по основам программирования на python посмотрите учитесь если кто не знает итак вот у нас получился цикл цикл который создает точки например все это у нас 10 парность 20 точек 20 точек пробегает 20 точек разные значения x и y выбирает в результате у нас получается вот такие вот 20 точек с разными значениями x и y конечно есть вероятность что что-то совпадет есть в данном случае нам просто проверить сам алгоритм дальше что мы делаем мы должны как-то отобразить эти точки поэтому нам нужен как раз pygame pygame точка init инициализируем pygame и соответственно создаем окно создаем окно которое на которое назначаем размер его pygame точка дисплей точка дисплей точка так точка set 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 mod в которой внутри укажем размер нашего окна обратите внимание что там есть две внутренние скобочки значит внутренние скобочки внутренние скобочки создали размер окна теперь добавим например описание этого окна чтобы было понятно что мы создаем вообще pygame точка дисплей точка set caption 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 да caption ну и соответственно напишем распределение по группам распределение распределение по группам формирование по по командам ну как то так назовем так далее ну чтобы было более некрасивый там не черный не черный фон не белый фон условно небольшую заливку сделаем то то window.fill и укажем здесь соответственно внутри палитру из RGB схемы то есть цвет 100 и например укажу 150 это примерно голубоватый цвет такой 200 вот мы инициализировали соответственно окно сейчас если запустим так урок группы назовем его ага у меня ошибка так ошибка у меня здесь можете посмотреть сейчас черный цвет черный цвет потому что не обновился соответственно экран не обновился экран который должен обновиться в нашем случае я просто его еще не добавил то есть если нам нужно обновить экран то используем pygame pygame точка дисплей точка update точка update так f5 запускаем укажем 10 например и смотрим вот у нас уже обновился обновилось окно обновилось окно все отлично то есть с окном мы разобрались теперь переходим непосредственно к построению непосредственно к построению объектов итак что нам нужно знать чтобы построить что нам нужно знать чтобы построить такие точки в сочетаниях в различном элементе и вычислить сочетание этих элементов то есть нам нужно знать из математики что такое сочетание поэтому я вот здесь помечу следующим элементом сочетание так не здесь не перед апдейтом а перед то есть не после апдейта а перед апдейтом Итак, сочетание, кто не знает, это некое число, которое определяется двумя параметрами mn. Что такое mn? Это, следовательно, n – это количество всех элементов в группе, например, у нас, условно, 10 элементов, а m – это количество элементов, которые должны сочетаться. Ну, то есть, сколько их должно быть сочетаться? То есть, у нас должно сочетаться по два элемента, по два. Поэтому, если 10 и по два элемента, то эти 10 чисел надо группировать по два элемента так, чтобы не было повторений. Для того, чтобы исключить повторение, есть специальная формула, которая вычисляет, например, непосредственно, сколько таких должно быть элементов, которые можно сочетать без повторений. Называется они… вычисляются через факториалы. Как видите, это n со значком восклицательного знака обозначается как факториал. Вот такая вот незатейливая формула вычисления. Я специально ее здесь в носочке написал, чтобы было понятно, зачем, что делать сейчас в следующей строчке. Что они делают? Соответственно, вычисляют сочетание, количество сочетаний, то есть, сколько таких комбинаций вообще можно делать. На основе понимания количества таких сочетаний можно уже выходить из ситуации там… сколько количество таких циклов проводить, то есть, вычисления, ограничивать нас, чтобы мы не перешли границу, дозволим, то есть, когда мы переходим уже… точки закончились, а алгоритт как бы не заканчивается. Вот, чтобы ограничить какой-то процесс, то есть, перебор всех точек и на этом и закончить. Так, DEV… создаем DEV, некая функция C, например, чтобы было похоже на… или число E, C, так сказать, с параметрами внутренним M и N. Ну, понятно, откуда они теперь, я думаю. Что мы должны здесь ещё добавить? Ну, мы вначале добавим некую глобальную переменную, я лучше добавлю её так вот, обозначу её пока 0, которая будет у нас хранить данные о сочетании, которые много раз будет, соответственно, изменяться. global h, global h. И, соответственно, это h мы и вычислим int, то есть, нам нужно целочисленное значение, если по какой-то причине будет нецелочисленное. По причине нецелочисленного может возникнуть из-за того, что это будет деление. То есть, всегда при делении, даже если это будет целое число, остаток будет показать 0. И может возникнуть некая неопределённость, ошибка в построении именно точек координат. Чтобы это избежать и чтобы полностью определить количество шагов, которые тоже в цикле range используют как целочисленное значение, мы будем использовать функцию целочисленных элементов. Итак, воспользуем библиотеку mf, в которой уже встроена функция factorial, которая позволяет нам и вычислить сочетание. То есть, я буду немножко копировать, сокращать код, то есть, написание кода, здесь мы напишем m, вот таким вот образом, умножим, да, умножим на n минус m. Как-то так. Вот так вот получили бы элементы. Количество сочетаний. Количество сочетаний. Теперь мы знаем их количество. Если вызовем эту функцию. Уже хорошо. Уже хорошо. Теперь, что мы делаем? Далее. Далее. Мы должны, соответственно, пробежать все точки. То есть, по количеству точек. По количеству пар из них. Все пары. То есть, мы должны пробежать именно количество пар. Больше нам не нужно. Задача иногда можно ограничить там пар количеством не больше восьми. Ну, мы в данном случае тут произвольно делаем вычисления. Поэтому, для любых количеств пар. Цикл for и in range в скобочках n. Н. Двоеточие. А. Пардон. Так. Скобочку забыл. Так. Н. Где-то закрылась ошибка. А. Да. Я вот здесь вот забыл скобочку. Пардон. Вот. Теперь все правильно. Итак. Что мы должны делать? Ну, мы сейчас будем пробегать все пары. Если 10 пар, значит 10 таких шагов должны пройти. Далее. Мы вычисляем. Мы вычисляем. Количество сочетаний. Количество точек всех. И группировка по 2. Группировка по 2. Далее. Создадим. Три переменные. Обнуленные. Обнуленные. Так. Точнее две переменные. Обнуленные. Наверное. Да. Создадим. Итак. J. J равно нулю. Например. К. Равну нулю. В нашем цикле. То есть каждый шаг пар будет обнулять нам. J и К. Потому что. Чтобы пробегать. Несколько раз. Цикл. Пробегать. Список. Который мы. Составили из. Корт. Эпент. И следовательно. То есть. С нулевого шага. Мы должны сначала. Тоже опять. Использовать цикл. Чтобы пробежать. Наш. Корт. Эпент. То есть. Кор. Наш. Наш. Извините. Список. Кор. С координатами. Чтобы вычислить. Расстояние. Между всеми. Точками. Сейчас. Кор. Эпент. Кор. Точнее. Выглядит. Как. Сочетание. Как. Сочетание. Внутренних. Вложенных. Списков. Сейчас я покажу. О чем я говорю. Напишу. Наверное. Принк. И. Введу здесь. Кор. Чтобы было понятно. Кор. Да. Кор. Чтобы было понятно. О чем я. Вещаю. Так. Вот. Напишем. 10 пар. Нажмем. Получились. Сейчас я. Продемонстрирую. Ага. Вот оно. Угу. Итак. Сейчас. Видно. Комбинация. Этих. Точек. Координат. Внутренние. 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 Внутри списка. Есть еще один. Небольшой список. Который содержит. Икс. И игрек. Икс. И игрек. Чтобы вызвать. Этот элемент. Нужно. Написать. Ноль. Там. Корд. Ноль. А чтобы вызвать конкретно. Этот элемент. Там. Из. Внутреннего. Нуля. То надо писать. Корд. Ноль. И еще. Единичка. Если этот элемент. То корд. Ноль. Ноль. Ну и так же. С остальными. Тут уже один. Два. И так далее. По индексам. Можно определять. все элементы. Вызывать. Их всего. Соответственно. Десять. Таких. А. И здесь. Двадцать таких элементов. Да. Двадцать элементов. Точек. Поехали дальше. Знаем мы. Соответственно. Количество таких. Элементов. Мы уже вычислили координаты. И соответственно. Нам нужно перейти. К вычислению. Расстояние. Между. Перебор. Расстояние. Учислению. Всех. Между всеми этими точками. Всем возможными. То есть. Мы должны. Сейчас. Всевозможные точки. Вычислить. Все расстояния. Поэтому. Должны. Пробежать. Цикл. For. И. In. Range. И. В скобочках. Укажем. Нашу. H. H. Который. Как раз. И будет. Хранить. Себе. Количество. Сочетания. С этими. Точками. То есть. Неповторяющие. Сочетания. С этими. Точками. И. Мы должны. Вычислить. Так. Чтобы. Комбинировать. Точки. Которые. Соответственно. Не. Должны. Повторяться. Дист. Есть. Функция. Дист. Специальная. Которая. будет. Вычислять. Расстояние. Дистанцию. Итак. Возьмем. Здесь. Корд. С. Индексом. Ко. Ко. У нас. По. Молчание. Ноль. Внутренние. Переменные. И. Второй. Элемент. Корд. С. Индексом. Вот. Здесь. Немножко. Надо. Сделать. Так. Чтобы. Была. Возможность. Не. Выйти. За. Вычисления. Списка. Поэтому. Внутри. Здесь. Н. Минус. Джей. Почему. Именно. Так. Н. Это. У нас. Количество. Точек. Значит. Здесь. Будет. Стоять. Минус. Один. Девятнадцать. И. Девятнадцать. Минус. Джей. То есть. Элемент. То есть. Мы. Комбинируем. Первый. Элемент. Списка. С. Конечным. Элементом. Этого. Списка. Тем. Самым. Будем. И. И. С. 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 На уд Dafür. Цент Анатологической. Рон. Пока не дойдем до середины. До середины условно. Элементов. По количеству пар. То есть. Мы так. Скорбиндируем пары. И. Они соответственно. Уже. Этот. Не получится так. Чтобы. Они и были сочетать. Первая. Первая. С. последним, потом первое с предпоследним, потом первое с третьим, с конца списка и так далее, пока не дойдет до пред ним значения. Далее опять сдвигается на второй элемент, второй с последним, второй с предпоследним, второе с третьим по списку и так далее, так далее. То есть пока не закончится. И соответственно мы будем эти расстояния вписывать еще в один список. Поэтому вначале здесь мы укажем еще один список. Например, b равно там список, пустой. И вот в этот b мы будем добавлять наше расстояние. eppend, eppend. Но не просто расстояние, а чтобы было понятно, на каком индексе мы его вычислили, чтобы понять какой из них есть минимальный элемент. То есть индекс i, например, вычислили. Что мы делаем дальше? Для наглядности можем еще добавить, чтобы нам было понятно, чтобы нам было понятно, какие элементы мы вычислили. То есть между какими элементами были вычислены расстояния. Поэтому можно еще использовать b0. Это все дополнительно как для отладки. Вы можете это не использовать, некоторые элементы. И выбрать только то, что рационально работает. Но я использую все, что мне поможет анализировать данный код. Потому что он не сразу получается, а с области, так сказать, последующего анализа. Итак, b0.eppend. И мы здесь, соответственно, добавим некий список, который будет содержать три значения. Это непосредственно те элементы, с которыми он группируется. Группируется. И запятая элемент расстояния. То есть какое расстояние получилось при группировке этих элементов. Вот так легче рассмотреть и вычислить, так сказать, посмотреть какое у них там вычисление будет. Что нам для проверки? Можем сюда добавить вот такое вот определение. Сейчас я постараюсь правильно. Я скопировал просто. У меня уже есть заготовочка. print. Расстояние между. И дальше мы просто соединяем core k с core n-1-g и добавляем расстояние d. Соответственно, все это просто выводится вместе. Тем самым мы просто наблюдаем, какие элементы мы сгруппировали и какое расстояние мы получили в этом цикле. Я могу здесь закомментировать пока принят корт и просто вывести значение. Вот, например, напишу опять 10 пар. У меня сейчас будет бесконечно, потому что я забыл сдвинуть значение, конечно же. То есть изменить индексы. Изменить индексы. Мне нужно изменять индексы после первого шага цикла j, индекс j. Соответственно, пробегать внутренние значения плюс 1, плюс равно 1. Тем самым я буду просто вот первый со вторым, первый с последним, первый с предпоследним и так далее. То есть он пробегал. Далее, если j плюс k, равен nn-1, то есть мы дошли до той точки, до той точки, которая уже после нее будет искромный наш объект с корд с индексом k. Чтобы они не совпали. То мы должны, соответственно, k увеличить на единицу уже, а j обнулить. То есть прийти с первого ко второму элементу и уже также пробегать. Также пробегать. Вот. так сделаем. Итак, давайте посмотрим, что получится. Напишем 10. Так, я сейчас поставлю. постараюсь показать. О, да. И вот мы сейчас наблюдаем эти комбинации. Комбинации этих точек, пар, которые случайно вышли, и расстояние между ними. Комбинации и точки. Как видите, таких сочетаний достаточно прилично. Вот это такое количество сочетаний. получилось. Только с десятью парами. То есть 20 чисел. Соответственно, с 20 чисел сочетание вот такое будет. Достаточно приличное. Теперь нам нужно вычислить из этого полученного элемента минимум. Минимальное расстояние. А узнав минимальное расстояние, вычисляем индекс, который, то есть, будет определять, какие эти две точки. Их нужно будет потом вычеркнуть из нашей области. Следующего прогона. Так. То есть, следующий этап мы можем сделать так. Мы выключим этот принт, чтобы нам он не загружал систему. А под for, да, под for, когда он весь пройдет, первое сочетание, когда все равно пройдет первое сочетание, мы вычислим мы вычислим мы вычислим минимум элементов. То есть, print вычислим min b то есть, минимум из списка b. Ну, чтобы было просто нам наглядно это видно. например выберем какую-то переменную int, который будет хранить этот минимум b. Потом мы потом могли его использовать. Вот так. Так. Далее. Далее. А далее мы, соответственно, должны вывести ту группу которую мы получили. То есть, минимум. который содержит минимум. Можно через вот print чтобы можно было понять, что мы правильно делаем и неправильно. группа например, написать группа а группа а скобочка b0 b0 а с индексом ind то есть элемент, точнее да элемент, который будет содержать ind единичка вот так единичка это индекс то есть внутренний еще индекс элемента b0 и в результате мы должны получить некий группы минимумов сейчас мы попробуем это сделать например пять пар а сейчас мы наблюдаем так сейчас я попробую показать ну я написал пять пар ну десять как раз да у нас так вот мы наблюдаем с вами что здесь пока присутствует одни и те же минимумы то есть он нашел и без gezин с ними пять раз их и вызывает пятье элементов а и нужно от них избавиться от этих точек чтобы потом соответственно искать минимум среди оставшихся точек только то есть как раз нам нужно это сделать то счастливом он находит действительно то есть он точнее вот как раз 1 эти то это значение b0 Так, пройдемте дальше. Пройдемте дальше. Так, надо отключить, чтобы было вам видно. Теперь. Теперь. Теперь мы с вами создадим некий список, например, номер. В котором будем хранить элементы, которые, соответственно, мы определяем как минимум, то есть сочетание этих элементов. Чтобы потом их исключить из списков, которые мы заранее еще раз сделаем. Нам нужно их исключить. Как мы это сделаем? Мы воспользуемся циклом for и inRange, который будет пробегать по количеству точек внутри. То есть сколько точек мы построили элементов в списке. И дальше будем проверять, если if b0, то есть созданный список, в котором хранится сочетание этих элементов и минимальное расстояние, то есть расстояние между ними. И будем сравнивать, если минимальное расстояние ind с индексом 1 точно совпадает, то есть его внутренний элемент со списком 0, с индексом 0. То есть это координата первой точки, с которой сочетаемся, будет совпадать с тем самым элементом из списка корт. Исписка корт, то следовательно, мы будем добавлять это в номер. Ну, то было просто понятно, что с чем сочетать. Двоеточие. Номер. Номер. Эппенд. В скобочках i. Вот так. И так же проверяем значение второй точки. То есть вторая точка. b0, int, только уже параметр единичка. То есть это нулевое, это единичное. Ну и, соответственно, d вот оно, расстояние. Так. Номер. Эппенд. Ай. 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 Все. Мы добавили. То есть мы будем добавлять вот список, эти значения. Эти значения. А, значения i, извиняюсь. i. То есть мы будем добавлять индексы. Будем добавлять индексы, извиняюсь. Зачем нам нужны индексы? Зная индексы, мы можем по индексу уже точно вычленить нужный нам элемент из общего списка корт, который мы уже использовали. Поэтому мы можем тут для наглядности вывести print номер, чтобы было понятно, какие индексы он там выводит. А здесь, соответственно, чтобы не писать два раза цикл с двух шагов, мне можно просто добавить корт, точка поп, номер, то есть индекс, который стоит на нулевом элементе. И то же самое сделать, который индекс будет стоять, ну, после удаления будет стоять так же на нулевом уровне. То есть можно было два раза поп, поп номер ноль, два раза просто написать. Но, чтобы это было более правильно, мы добавим, соответственно, вот в таком формате, чтобы более было наглядно. То есть индекс второго элемента, который мы найдем, какой-то индекс будет совпадать с этим элементом. Минус один. Почему минус один? Потому что при удалении первого элемента сдвинется все по индексу влево, то есть уменьшится. на единицу. Поэтому она, соответственно, уменьшается на единицу. И нам нужно удалить, чтобы корректно удалялся это все элемент. Далее мы можем просто вывести print-cord, то есть получить, что мы получим в результате. Вот. Слишком у нас много этих принтов уже стало, поэтому я вот эти уберу пока, закомментирую. Нам нужен, например, номер и print-cord. Вот. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы, когда мы удалим два элемента, конечно же, количество точек уменьшится. Поэтому мы должны уменьшить его на два. На два. Каждый шаг. То есть у нас пять таких пар же. И обнулить B и B0, чтобы можно было опять сгруппировать новый список уже из оставшихся точек. И среди них найти минимум. Среди них найти минимум. Вот как-то так. Ну и, конечно же, сделаем дисплей update, чтобы можно было просто обнулить каждый кадр. Обновить. Итак, напишем 10. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 13. 14. 16. 18. 20. 21. 20. 23. 22. 23. 23. А, да, здесь ошибка. Так, закрылся. У меня ошибка. Здесь вот неправильно я пометил. Вот так должно быть вложено в список. Можете проверить потом int b0, int 1, int 0, 1 вывести и посмотреть, что получится. Итак, что мы наблюдаем с вами? Наблюдаем мы с вами вот такую картину. Здесь просто показано. Итак, первая пара, вот она, индексы. Четвертый и шестой индекс нашел среди минимальных элементов. Далее он формирует этот список уже из оставшихся элементов. Заново. Потом находит опять минимум и опять сформирует из оставшихся, уже удаляя элементы. Можете заметить, что некоторые элементы, они исчезают. То есть список сокращается. Список сокращается каждый раз. Сокращается. Я сейчас поставил 10 элементов, поэтому 10 таких вот элементов. И пока мы не достигли нулевого списка. То есть все элементы уничтожены, можно сказать так. Вот дошли до 0, 1 индекс. То есть все мы перебрали все элементы по степени минимума. То есть сначала 2 элемента минимума расстояния нашли между ними, убрали. Потом следующие 2 элемента минимума на средних нашли, убрали. И так пока мы не достигнем пустого множества. Вот примерно как это работает. Теперь мы должны с вами построить точки, построить линии. Конечно же. Чтобы это наглядно смотрелось. Итак, где мы будем это строить? Да. Это мы построим перед сочетанием сразу все точки, которые мы получим. То есть после того, как зальем наше окно, мы построим точки. Точки построятся, соответственно, с помощью цикла for и inRange. В скобочках nn. И соответственно, мы используем функцию drev.pygame.drev.circle. И соответственно, где мы будем создавать точку в виде окружности. Будем делать. В Windows. Цвет будет красный. У точек. Ну и, конечно же, положение. Где нам будут эти точки располагаться? А точки должны располагаться, следовательно, по тем созданным координатам x и y, которые записали мы в список корд. Поэтому корд. i. 0. То есть, конкретно x. Находим и той строки. И этого индекса. И непосредственно нужен y. То есть, корд. i. i. Но уже, соответственно, единичный. Индекс внутри i. Размер. Размер. Нашей точки будет, наверное, 5 пикселей. Ну, чтобы было просто нагляднее. Выглядело. Конечно же, обновим. Обновим. Display. каждая точка создавалась. Мы видели. Display. Display. Update. 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 Ну, примерно так, да. Запустим. Так, укажем 10 пар. А, у меня неправильно написано Pygame. Да, Pygame. Я Pygame написал. Pygame. Так. А, запятую забыл. Запятую. Так, смотрим результат. Вот мы получили точки. Получили точки. Посмотрите внимательно. Я здесь исправил запятую и поставил. Вот кто не видел. Соответственно, здесь запятая у меня исчезла. Ну, и, соответственно, здесь надо пойти. Обязательно. Так. Вот мы получили случайно точки. Если мы сейчас еще раз запустим. Те же самые 10 комбинаций. Мы получим и другое сочетание точек. Можно, я думаю, заметить. Теперь нам нужно эти точки соединить. Линии. Чтобы было наглядно видно, что мы действительно нашли минимальное расстояние. А где мы это сделаем? А мы это сделаем непосредственно в... Так. Скорее всего, мы это будем делать в цикле. Точнее, в конце внутреннего цикла. То есть, есть внешний цикл. И есть внутренний цикл. Вот он, внутренний цикл. Где он у нас закончится. Там мы, соответственно, создадим элемент. Ну вот, можно нашли минимум. Пусть будет здесь. Так. Вот перед номером. Можно здесь написать, например, Pygame. Pygame. Точка. Точка. Древ. Точка. Лайн. Потому что линию будем соединять. Виндов. Укажем цвет. Ну, я возьму зеленый. Так. Запятую. И укажем координаты. Координаты. То есть, координаты первой точки. И координаты второй точки. Координаты первой точки. Это будет содержаться. Согласно минимуму. Значение. То есть, две координаты. Их, и у. По первому индексу. И по второму. То есть, индексу. Когда вот в B нулевой мы записываем. То есть, в B нулевое. Мы их записали. Эти значения. Нам нужно вызвать вот этот элемент. И вот этот элемент. Из списка. Так. Получается так. B нуль. Квадратные скобочки. Инд. Инд. Внутри гинечка. То есть, определяем по минимальному расстоянию. Эту группу. Эту группу по минимальному расстоянию. И здесь указываем. Из этого элемент. Который мы нашли. Нулевой. То есть, именно. Корт К. То есть, какой мы получили. Это и XY там будет. Содержаться. Пара координат. И следовательно. Вторая пара координат. По такому же принципу. Но уже вместо нуля. Единичку ставим. Вот так. Ну, следовательно. Толщину можем. Линии настроить. Это будет 5. Тоже пусть будет. И все. Мы так нарисуем линию. Нарисовали линию. Далее. Удалили эти точки. Они уже не в списке. Создается новый список. Находится новый минимум. И рисуется новая линия. Уже с новыми, соответственно, элементами. То есть, перезаливаем B0. Запускаем. Укажем 10. Enter. И вот мы наблюдаем с вами построение нужных точек. Расстояния. То есть, нашли самым минимум. Потом так далее. И вот. Нашли самым минимальным. Суммой расстояния. Можно добавить еще сумму. Чтобы он вычислял сумму этих расстояний. Если кто желает, можете попробовать. Самостоятельно. То есть, вот мы так разбили по группам. Случайно. Поставлю 20. Для наглядности. Вот он построил 20. 20 пар. То есть, 20 пар. 20 точек. Можем попробовать 50. Пусть подумает. Вот 50. 50 пар. Собрал. Минимальный расстояние по 50. Соответственно. 100 точек. Разбил по 50 пар. Надеюсь, было интересно. Как это реализовать. Может быть, немножечко. Я рассказал нудно. Ну, надеюсь, было понятно. Хотя бы линейно. Как решить этот алгоритм. На примере. Пайтона. Пайгейм. Это простой. Такой жадный, можно сказать, алгоритм. Потому что он все-таки Пайгейм. Еще использует затраты на вычисления. Идет на прорисовку. Можете подумать. Посмотреть, какие варианты еще возможны. Алгоритмы вычислить. Решение таких задач. То есть, разбиение на группы. С минимальным расстоянием между ними. Чтобы сумма была. С минимальным расстоянием. На этом у меня все. Не забывайте подписываться. Комментируйте. Ставьте лайки. Пока-пока. Продолжение следует.